82 года назад, в разгар битвы за Москву, у стен Кремля прошел парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Гитлер уже объявил, что он будет отмечать День Москвы и пройдет немецкий парад. Были уже медали от Чеканины героям взятия Москвы. Войска уже подходили к Москве, действительно бомбили. И, конечно, было очень важно провести парад. На всю страну по радио транслировалось выступление Иосифа Сталина. На вас смотрит весь мир, как насилоспособный, уничтожить разбойничий орган немецких захватчиков. Участники парада прямо с Красной площади уходили на фронт. В составе механизированной колонны были целые батальоны, только что сошедших с конвейера танков, которые также направлялись на передовую. В ноябре 1941-го немцы предприняли решающую попытку наступления на советскую столицу, нанеся главный удар вдоль Ленинградского шоссе, но были остановлены у села Красная Поляна буквально в трех десятках километров от Москвы. А уже в декабре Красная Армия начала свое контрнаступление. Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади имел огромное психологическое и морально-политическое значение. Это была демонстрация того, что мы не отступим и будем сражаться до конца. КОНЕЦ